На этой неделе избирком Хакасии подвел итоги единого дня голосования. Напомню, в прошлое воскресенье наша республика в числе многих регионов России провела выборы, но единственная по всей стране голосовала сразу по всем уровням власти, в том числе выбрала главу Хакасии и депутатов Верховного Совета. Конкуренция среди парламентариев была жесткая, так как новый состав Верховного Совета разом сократился с 75 до 50 человек. В итоге 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент, преодолели лишь 4 партии. Это Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Коммунисты России. Абсолютное большинство по партийным спискам получила Единая Россия. В совокупности это 34 места в республиканском парламенте. 5 мандатов у либеральной партии, 4 у КПРФ и еще 2 у коммунистов России. Добавим новый шестой созыв, в отличие от предыдущих, будет заседать на год больше. Таким образом, следующие выборы в республиканский парламент пройдут не раньше, чем через 5 лет. Первый заместитель Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских поблагодарил жителей республики, проголосовавших 8 сентября. Этот день действительно очень ответственный для всей власти, муниципальной, республиканской, для избирателя. Во-первых, потому что власть получает оценку за предыдущую деятельность. И избиратель, давая конкретные оценки, главе республики, главе города, депутатам определяется, устраивает их политика, не устраивает. Более того, избиратель принимает решение, кому в дальнейшем доверить свой голос. Он определяется, это решение очень ответственно, поскольку от этого зависит наше будущее. Выборная процедура позади. Совсем скоро парламент начнет рассматривать и принимать новые законы. Пока партии решают, какие социальные проекты и программы предстоит реализовать. На днях партконференцию провела «Единая Россия». Прошлый созыв Верховного Совета «Единороссы» занимали две трети депутатского корпуса. В новом составе та же пропорция – 68% мандатов. Это, отметили сторонники партии, позволит не менять курс развития, а продолжить его с новыми силами. Правда, уже в более жестких рамках. В 2014 году. Ведь уже по сегодняшним подсчетам, в финансовом плане предстоящий год будет непростым. Однако, социальная сфера от бюджетных трудностей не пострадает. Самая ближайшая задача – это рассмотреть и принять бюджет на 2014 год и на плановый период на три года. Это очень важно, поскольку именно в бюджете мы должны найти отражение тех обещаний, обязательств, которые мы давали в ходе не только партии «Единая Россия». Но мы знаем, что обещания обязательств давали и другие представители, коллеги из других партий. Поэтому мы должны, по крайней мере, максимально учесть все эти дела и предусмотреть их в реализации нашего бюджета. На этой неделе Оргкомитет обсудил повестку первой сессии Верховного Совета. В обновленном составе депутаты шестого созыва соберутся уже на следующей неделе, 18 сентября. На заседании парламент прежде всего решит организационные вопросы, в том числе выберет спикера Верховного Совета, его заместителей, назначит руководителей комитетов и комиссий, а также наделит полномочиями представителя Федерации Федерального Собрания России от Хакасии. Как распределятся места в парламенте, об этом мы расскажем в следующую пятницу в программе «Парламентский дневник». За новостями Верховного Совета вы можете следить также и в течение всей недели в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Или на сайте Республиканского парламента. А на этом у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова